Доброе утро, родные мои! Вчера был день матери, правда, немножечко грустный получился с уходом Александра Градского, но, тем не менее, несколько бесед про материнство я видел и почитал, и в Фейсбуке там выступили, ну, в основном многодетные матери, которые говорят, что у них всё хорошо, что такие у нас есть официальные многодетные матери, у которых как бы всё хорошо. На самом деле, не всё хорошо в воспитании детей, хотя уже начали платить сейчас и за первого ребёнка, это очень хорошо, но, тем не менее, у нас демографическая катастрофа. И она не только в том, что государство даёт деньги или не даёт деньги, она, во-первых, в том, что рожать действительно не хотят, и это становится, да не становится, а уже давно, как можно так сказать, со времён перестройки идёт, и все боятся кризиса, если будет детей много в своей семейной жизни. Одинокие женщины особенно этого не хотят, когда они бестетные считаются, поскольку у них нет уверенности, что они детей много воспитают. Но есть ещё несколько проблем. Одна из проблем, что у нас детородный возраст, мы сейчас вступаем во времена, когда меньше будет населения детородного возраста, в 90-е годы были трудности, почти до 2000-х никто рожать особенно не хотел, и поэтому сейчас провал такой идёт молодёжи, которые могут рожать. А по статистике сейчас у нас средний детородный возраст 30 лет стал. 30 лет. Вот те, кто 30-летние сейчас, они, значит, родились в 90-м году, и только они начинают... А сколько их в 90-е не родилось? И аборты увеличились, да просто экономическая была такая система, что никто рожать не хотел. Поэтому вот эта проблема у нас, этого спада сейчас, и мы находимся сейчас в этой катастрофе, и называют её катастрофой, потому что родится детей меньше почти на миллион, чем умирает население. Аборты со скрипом якобы снижаются, но данные за прошлый год, например, мне кажется, я ещё не получил, я не знаю, но будут, по-моему, ещё хуже, потому что вот эта пандемия, она прямо всех напрягла, и, по-моему, уже точно никто не рожать, ничего особенно не хочет. Но у нас есть ещё одна проблема – бесплодность. Мы практически, ну, как пишут специалисты, первые в мире по бесплодности детородных женщин и мужчин, особенно женщин. И причин это совершенно, вот опять меня скажут, батюшка, не в своё лезешь, ерунду говоришь, и особенно те, кто продаёт памперсы, скажут, что ты глупость говоришь. Но мне академик, педиатр рассказывал, что одна из причин бесплодности мальчиков и девочек, особенно мальчиков, перегрев во время длительного ношения памперсов. Их надо одевать, их можно одевать, когда чувствуешь, что скоро у него что-то произойдёт. Но после снимать, а носит целыми днями, и что? У нас девочек, разные специалисты говорят разные цифры, примерно до 20% бесплодные. Они выходят в этот детородный возраст бесплодными. И мальчиков 15%. Может быть, я самый критический, самые большие, потому что официальная говорит, что поменьше. Всё это статистика, что девочек 15, мальчиков 10. Но самое-то страшное, что они объединяются в семьи, когда совпадают один с другим, или один попадает в детородный, другой – не детородный. И таких семей 18% как минимум. Всё равно, 18%. И, естественно, они не смогут без какой-то помощи, без каких-то, значит, особых этих, просто родить. Не то, что им там денег не хватит, они не хотят или ещё что-то, а просто они не могут по своим физическим причинам. И физические причины, ещё раз повторяю, они достаточно иногда странные. У девочек просто неслежение, даже во время созревания, о том, в чём они ходят, где они ходят, как, значит, у них гигиена соблюдается. Вот большинство бесплодий у девочек, можно так сказать, искусственные. То есть заболевание вот всяких этих органов и всего остального из-за неправильного одежды и неправильного поведения и раннего сексуального поведения приводит вот к таким проблемам, к бесплодиям. Особенно аборты первые или ещё что-то. А у мальчиков ещё интересней. То есть вот кроме памперсов на них влияет, например, недостаточное количество коллагена в детстве, излишки сахара, ну, который как раз влияет на то, как действует коллаген и так далее. Сбив действие коллагена 4 и 3 вида, приводит к тому, что венозная система у яичек мальчиков не способна их правильно снабжать кровью, а они не дозревают. Вот такая проблема. 42% бесплодных мужчин именно вот из-за того, что в детстве коллаген, то есть питание, поведение и всё остальное неправильно распределился по венам, и у них произошла такой сбой. Такой сбой. И здесь, конечно, встаёт вопрос. Первый вопрос встаёт. Огромное количество абортов. Я услышал, что 3,5 миллиона, по-моему, за прошлый год было официальных абортов. А ведь сейчас... Ну ладно, я не знаю. Я только слышу, что за рубеж уезжают, в Китай уезжают. Ну ладно, это другая тема. У нас официально 3,5 миллиона абортов. 3,5 миллиона детей мы не досчитались. Жириновский говорит, что давайте мы будем платить за любого ребёнка, которого могут родить. Вот беременная, появилась у неё беременность, всё, давайте ей назначим, что будет такая-то сумма, если она отдаст его государству, не хочет воспитывать сама. Он предложил миллион за ребёнка. И, в принципе, я так понимаю, что, конечно, это в какой-то степени мера. Другое дело, что огромное количество детей, рождённых для того, чтобы их продать, и перешедшие в государственную систему воспитания, а не к большому нашему огорчению, во-первых, из детских домов. Ну, такие сложные вещи, я говорю, что прямо страшно всё это говорить. Но из детских домов выходит очень много преступников. Очень много ограничивано развития. Хотя, конечно, мы видим, что из детских домов и хорошие иногда выходят люди, и они вполне... Та же Нина Русланова. Ну, правда, она в детском доме была аж в Москву, в войну. Отношение к детям тогда немножечко другое было. Но передача ребёнка в детские дома и увеличить резко детские дома. Сейчас у нас считается, что в детских домах, по-моему, 600 тысяч. Если на 3 миллиона детей, которых мы сохраним, увеличить детские дома в 5 раз, где взять воспитателей, как всё это будет обустроено, где взять всё обустройство. То есть, ребёнок не только миллион обойдётся, а в детском доме 700 тысяч на ребёнка в целом, вот так, в среднем. на содержание дома, на содержание всей системы и так далее. Но я слышал, что 700 тысяч. Нет, до самого ребёнка доходит меньше гораздо тысяч в год. Но через всю систему вот этого всё проходит столько денег, что там 700 тысяч в год. То есть, он будет дороже. Если эти деньги платить ежегодно матери, ну пусть не 700 тысяч, но платить, там, скажем, 1300 в год, то есть по 30, ну сейчас-то уже сколько, по 12? Ну, в общем, я думаю, что просто каждый ребёнок должен быть работой матери. И стаж, чтобы сохранялся, но он вроде сейчас сохраняется, и доход, чтобы был. Ведь одна из главных причин, почему не хотят рожать женщин, что они становятся после того, как дети воспитались, несостоятельными, вот выросли дети, вот он в 18 лет, он куда-то ушёл, уехал, а она? Она его провоспитывала, образование потеряла, работу потеряла, если сидела с несколькими детьми. А что ей дальше делать? И если она родила в 20 лет, ну, представляете, в 40 она свободна, а что ей дальше делать? Вот ведь это одна из причин, почему не хотят рожать дальше детей, поскольку нет обеспеченности. Поэтому ребёнок должен стать нормальной работой. Причём, на мой взгляд, тем, кто родил трёх детей, нужно пенсию, как спортсменам, дать. Чем лучше спортсмен, который получает пенсию в 35 лет, или ещё что-то, матери, которая родила трёх детей, и вот такое положение, мне кажется, дало бы возможность. То есть, если бы она за воспитание ребёнка получала хорошую зарплату, нормальную зарплату, плюс у неё была бы после трёх детей пенсия, уже официальная, мне кажется, они бы рискнули рожать больше. Это раз. А второе. Это вот проблема бесплодия. Её решать нужно, во-первых, профилактикой, то есть, вот родители, дети, прямо с самого начала в школе должны понимать, как воспитывать ребёнка, чтобы он не оказался бесплодным. Ведь, опять же, от того же специалиста у меня информация, что первые проблемы вот этих всех процессов бесплодия начинаются в первый год рождения ребёнка. Если в первый год рождения родиться с некими патологиями всего 5% детей, то к окончанию школы у нас почти 70% детей с заболеваниями, а 30% с патологиями. Это не включая вот эти патологии, которые ещё не исследуются в этом возрасте. Узнает мальчик и девочка или мужчина и женщина, что они бесплодные только когда начнут рожать детей. Хотя период вот этого бесплодия развивается как раз до этого возраста. И на каком-то этапе нужно бы всё это узнать и предотвратить. Предотвратить те инфекции, которые к этому ведут. Объяснить форму поведения своего мальчиков и девочек, чтобы они не доводили до простуд и всяких перегревов и чего-то там ещё. Поэтому сейчас страшную вещь скажу. Прямо я понимаю, что сейчас на меня могут наброситься и всё остальное. Но без искусственного плодотворения мы этот вопрос тоже не решим. потому что нерешим в Японии в 10 раз больше, чем у нас искусственного оплодотворения. Они к этому к этой проблеме пришли немножечко раньше, чем мы. То есть они раньше начали сидеть за компьютерами, что тоже приводит к бедам. Начали ну в общем в 10 раз больше и центров и всего остального и всё это за государственный счёт. Бесплатно там всё делается. Потому что японцы несмотря на свою маленькую территорию вот такую хотят, чтобы у них население не падало. И у них сейчас население официально больше, чем в России. Вот ведь какой парадокс. А мы вот бьёмся у нас прямо такие особенно в рясах воины за то, чтобы не было детей таким способом жуть, что творят, жуть, что говорят. Но ведь любая жизнь, любой ребёнок он от Бога. Как вы можете сопротивляться рождению ребёнка, если Бог такой способ дал? Какое-то время уверяли, что они неполноценны после такой процедуры или ещё что-то. Ну в общем-то мир доказал, что нет никаких доказательств такой неполноценности нет. И у нас сейчас все, кто таким образом уже за десятилетие родились, могут вам доказать, что я нормальный. Больше того, ладно, это другая тема. Ну и инвалидизация детей. Это третья тема, которую я сейчас касаться не буду, но она-то тоже большая. И дети рождаются с патологиями, с какими-то там церебральным параличом, умственной недостаточной или ещё что-то. Не только из-за ошибок врачей, всё время пытаются найти, кто ошибся. Врачи, врачи. 90% матерей, там, родителей с такими детьми скажут, это врачи, это ошибка врачей. Сказать, что ты в это время ходила по барам, сказать, что ты в это время прыгала по сценам, вот, и ещё что-то такое, никто не решится. Ездила на курорты, где нагрузки, инфекции и всё, что попало, в этом состоянии ездила, никто не решится. Никто. А специалисты вам скажут, что вот в таких патологиях больше 50% вины всё-таки родителей. Родителей. Нет, есть генетические, конечно, проблемы, которые можно потихонечку решать, и составление геномов там даёт возможность, ну, как-то потихонечку это развивается и решается со стороны медицины. Очень много делают вот эти, институт материнства и детства, когда там всё наблюдается. Ну, может быть, не скромно, но я всё время отсылаю. дочь моя ведёт очень хорошую пропаганду и объясняет, как беременным сохраниться, чтобы ребёнок здоровый был, как вообще войти в это, чтобы здоровые дети были. Но ведь это не только один человек должен быть, и не только в инстаграме, который об этом регулярно говорит и объясняет. поэтому я поздравляю всех матерей, которые у нас есть. Поздравляем будущих матерей. Но от государства ещё раз предлагаю или даже требую. То есть ребёнок должен быть рабочим местом для матери, работой для матери. Если она родила, она должна получать достойную зарплату. То, что обеспечение детей в какой-то степени материнским капиталом сейчас идёт, не совсем правильное, как я считаю. Я считаю, что капитал должен быть детский. На ребёнка капитал закреплён к ребёнку этот капитал. Тогда будет больше внимания к ребёнку, а не просто получить материнский и страть и так далее. Но он должен быть больше. Миллион, если Жириновский говорит, что миллион это нам купить будущих детей, чтобы не абортировали, это нормально. Ну, а почему рождаем не давать миллион? Пусть на него будет. У меня-то вообще есть предложение, что закрепляйте каждый год ребёнку давать миллион, особенно, если он здоровый. Вот интересно, что это другая разговора. То есть, чтобы он здоровый, если вырос здоровый, у него был капитал к выходу в жизнь, это нужно бы сделать. Но у матери должна быть пенсия после третьего ребёнка. После третьего. И, думаю, за каждого последующего время наступления пенсии нужно сокращать года на три, на четыре или на пять. то есть, после третьего пенсии там, скажем, с пятидесяти лет, после четвёртого пенсии с сорока лет, после или с сорока пяти, ну, то есть, вот такие ступеньки, чтобы она знала, что, родив этих детей, она не останется без каких-то средств существования, потому что так вот определилась. она рожала и всё упустила, и рабочее время, и всё. Ну, вот такая у меня. Можно ещё разные предложения. Ну, ладно, пока достаточно. С Днём Матери вас всех, который, мне кажется, каждый день должен быть. Мы каждый день должны матерям быть и отцам быть благодарны. Здоровья всем, радости. Аминь. Матери